Приветствую вас на канале компании International Business. Меня зовут Ирина Яновская. Я эксперт в области международного права. Сегодня я поделюсь с вами информацией о том, как пройти собеседование на получение карты поляка, исходя из многолетнего опыта наших клиентов. Я расскажу о том, как правильно подготовиться к собеседованию, какие вопросы вам могут задать и как лучше себя вести во время собеседования. О том, как получить карту поляка, какие документы и основания для этого необходимы, я рассказывала в одном из предыдущих видео. Обязательно посмотрите, если желаете быстро легализироваться в Польше. Начнем. Процедуру получения карты поляка регламентирует закон о карте поляка от 7 сентября 2007 года согласно закону номер 180 пункту 1280. 4 июня 2019 года в закон были внесены поправки, согласно которым карту поляка имеет право получить любой гражданин мира, подтвердив свою принадлежность к польскому этносу. Одним из важнейших аспектов получения карты поляка является знание польского языка на уровне B1-B2, поскольку собеседование с консулом будет проходить на польском языке. Никто не ожидает от вас речевых оборотов, как у Болеслава Пруса или Генрика Сенкевича, однако вы должны понимать, о чем с вами говорит консул и уметь внятно и грамотно ответить на все вопросы. Собеседование на получение карты поляка – это не университетский экзамен. Главная задача консула при общении с вами – определить, насколько искреннее ваше желание подтвердить свои польские корни. Никто, как говорится, не стремится завалить своего собеседника на интервью. Вас просто будут спрашивать о вещах, привычных для польских граждан. Собеседование на карту поляка проходит в консульстве по месту вашей прописки. Однако запомните, что как только вы перешагнете порог консульства, все общение с вами будет вестись на польском языке – от охранника до самого консула. Поэтому не удивляйтесь, если все будут обращаться к вам на польском. Предугадать, что именно вас спросят на собеседовании невозможно. Однако, исходя из опыта наших клиентов, мы составили список вопросов, которые задают чаще всего. Поэтому что-то из этого списка вас точно спросят. Основные темы, которые присутствуют во время собеседования. Рассказ о себе. Сколько вам лет? Где вы работаете? Где живете? Женаты? Замужем? Есть ли у вас дети? Какие у вас хобби? И так далее. Рассказ о родственнике поляки. История Польши. Основные исторические события, моменты и факты. География Польши. Национальные символы Польши. Традиции и обычаи Польши. Национальные польские праздники. А также известные польские деятели. Писатели, артисты, художники, ученые, а также нобелевские лауреаты. Не факт, что по всем этим темам вас что-то спросят, поскольку собеседование длится в среднем от 10 до 20 минут. Однако есть несколько вопросов, которые вас спросят в обязательном порядке. Первая тема о заявителе. Краткие биографические данные, имя, а также адрес. Проши подач на звисько. Ваше имя. Место стоуэго замешканя. Место постоянного жительства. Для чего уважаще пан-пани за поляка полке? Почему пан или пани считают себя поляком или полкой? Для чего хце пан-пани достать карте поляка? Почему пан или пани хочет получить карту поляка? Яке ма пан-пани обывательство? Какое у вас гражданство? Ким пан-пани ест с походзеня или с народовощи? Кто вы по происхождению или кто вы по национальности? На вопрос о том, кто вы по национальности существует только один правильный ответ. Вы должны ответить, что считаете себя поляком или полькой. Для многих таков ответ логичный, однако я знаю заявителей, которые отвечали на этот вопрос иначе, и это было единственной причиной переноса собеседования. Как я и говорила ранее в других видео о Польше, получить отказ в выдаче карты поляка после собеседования невозможно. Его просто перенесут, потребовав от вас лучше подготовиться. Поэтому, если с первого раза вам не удалось получить положительный ответ от консула, вы его обязательно получите во второй, третий или даже четвертый раз. Вторая основная тема, по которой вас обязательно что-то спросят, это данные о родственнике или о родственниках, которые стали основанием для получения карты поляка. Кто из ваших родственников был поляком или полькой? Где мешкал польский кревный пана? Где жил ваш польский родственник-поляк? Сканд пану пани вядомо о польским кревне? Откуда пану или пани известно о польском родственнике? Цо поведжав пану пани, его или ей кревне о польсце? Что рассказывал вам ваш родственник о Польше? Если вы состоите в какой-либо польской общине или организации, обязательно об этом сообщите. Принесите грамоты, выписки, документы или приглашения из этой организации, если таковые у вас имеются. Это также поможет вам получить позитивный результат. Перед тем, как идти на собеседование, почитайте о политической ситуации в стране, кто президент и премьер-министр. Советую перед тем, как идти на собеседование, заранее подготовить рассказ о себе, о своем польском предке и о том, почему вам так важно получить карту поляка. В своем рассказе вы можете упомянуть, какие польские традиции поддерживались в вашей семье, какие блюда из национальной кухни готовились и в какой костел ходил ваш польский предок. Пропишите себе эту информацию заранее, перечитайте и выучите ее. В дальнейшем это сильно вам поможет при общении с консулом, а также поможет избежать лишнего волнения при разговоре. Многие консулы задают вопросы, касающиеся исторических дат, событий, литературы, государственного устройства, а также национальных символов. Вот несколько часто задаваемых вопросов. Как выглядит польский герб? Как выглядит польский флаг? Когда основали первую, вторую, третью речь посполитую польскую? Дата крещения Польши? Знание польского гимна, история, текст? Государственные праздники Польши, а также католические польские праздники, традиционные польские блюда и десерты. Нобелевские лауреаты Польши, символ Беловерской пущи, известные польские композиторы, известные театральные и кинорежиссеры, что едят в жирный четверг, что празднуют 1 ноября в Польше, какие известные поляки связаны с вашим городом. Известные польские писатели, художники и артисты. Характерные традиции и обычаи в Польше. Кто был первым королем Польши, а также кто был последним королем Польши? Кто такой Тадеуш Костюшко? Кто был первым королем династии Ягеллонов? Важнейшая коронационная регалия польских королей. Польские президенты с 1989 года. С каким событием связано 13 декабря? Какие географические регионы есть в Польше? Крупнейшие реки и озера Польши и с какими странами граничит Польша? Есть ли в Польше выход к морю? И какие главные города Республики Польша? Первая столица Республики Польша. Через какие города протекает река Висла? Крупные города, которые расположены на Балтийском побережье. Выучив все ответы на эти вопросы, после собеседования вы гарантированно услышите от консула «Гратулюя пану» или «Гратулюя пани», что означает «Мои поздравления пану» или «Мои поздравления пани». Это будет означать, что вы успешно прошли собеседование и уже в ближайшее время получите свою карту поляка. Статус владельца карты поляка выдается пожизненно. Саму пластиковую карточку необходимо обновлять каждые 10 лет, если в дальнейшем вы не планируете получать сталый побыт в Польше или польское гражданство. О том, как получить карту Сталегу побыту, то есть ПМЖ в Польше на основании карты поляка и о получении польского гражданства, вы можете узнать из видео, которые опубликованы на нашем канале. Мы разобрали сегодня с вами самые часто задаваемые вопросы на получение карты поляка. Не факт, что вас просят все из этого списка. Могут задать 2-3 вопроса, а могут и 5. Главное, чтобы вы уверенно себя чувствовали, были в хорошем настроении, опрятно выглядели и подтянули польский язык, если вы еще не очень хорошо им владеете. Чтобы получить подробный список вопросов и ответов на них, обращайтесь к юристам компании International Business. А для оформления карты поляка переходите на сайт компании и оставляйте заявку. Контакты для связи в описании под этим видео. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях. С вами была Ирина Яновская, до зубочиня!